Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. По последним данным Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине, высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2» и два беспилотника на земле. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькая, Сухая Балка, Новгородская, Майоровка, Отрадовка и Зайцево. Также поражены 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска, Новгородская, Николаевка, Ленинска и Зайцево. В районе населенного пункта Подгорное уничтожены две 155-мм гаубицы М-37 вместе с артиллерийскими расчетами. Оперативно-тактической и армейской авиации нанесены удары по 47 районам сосредоточения живой силы и техники. В частности, уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Буком-1» в районе Северска Донецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и наблюдение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска Луганской Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей. Российскими средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолова Днепропетровской области, а также 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкая Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, Курган Могила Кулича, Томино Балка и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, перехвачены 9 снарядов реактивной системы залпового дня «Ураган» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Долгенькая Харьковской области, Макеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Российские войска освободили обширные территории на севере Харьковской области и отбросили украинские вооруженные формирования от государственной границы. В частности, сообщается о больших потерях ВСУ к востоку от города Золочев, в районах населенных пунктов Цаповка и Тимофеевка, откуда украинские боевики обстреливали южные районы Белгородской области. В СУ пытаются прощупать оборону союзных сил у Балаклеи. Идут боестолкновения у Большой Камышевахи и Курульки. Бои за Краснополе и сводки Генштаба ВСУ намекают, что дела там у них плохи. Российская артиллерия работает по позициям противников в маяках. После тяжелых потерь ВСУ отступили из окрестностей Рубежного в Старый Салтов. В Верхнем Салтове наши войска уничтожают позиции ВСУ с помощью тяжелых огнеметных систем. Ожесточенная артиллерийская дуэль идет уже непосредственно в Харькове. Российская артиллерия подавляет в городе позиции ВСУ. В Северодонецке российские войска сжимают кольцо окружения вокруг промзоны Азота, где ВСУ пока держится, прикрываясь заложниками. К Лесичанску союзные силы подходят сразу с нескольких сторон, в том числе от ранее освобожденной Врубовки. На пространстве от Золотого до Мирной долины украинские войска рассечены. Формируется вариант полной блокировки гарнизона противника в Золотом и отдельно в Горском. У трассы Горска и Лесичанск российские войска вошли в населенный пункт Чехирово. До недавнего времени на этом направлении противник мог осуществлять перегруппировку сил и средств. Больше такой возможности нет. На Бахмутском направлении отряды ЧВК «Вагнер», а также народные милиции ДНР и ЛНР пытаются взять Семигоря и населенные пункты на трассе Бахмут-Светлодарск для полного окружения группировки украинских войск в Новолуганском и на Углегорской ТЭС. Бои у Белогоровки, Берестового и Новолуганского. На Авдеевском и Кураховском направлении наши войска препятствуют перегруппировке украинских боевиков. Там работают наши штурмовики Су-25. На Запорожском направлении ВСУ из-за больших потерь не смогли продвинуться под Угледаром. На линии Каменское, Орехов, Гуляйполе, Великая Новоселовка нарастает интенсивность артиллерийского огня. ВСУ не только несут значительные потери, но и не могут их восполнить из-за того, что украинцы просто не хотят воевать. По данным российского Минобороны, с 19 мая за месяц боев одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, которые должны были восполнить потери этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров во взятках, некомпетентности и кумовстве при выплатах денежного довольствия. В 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командование сняли с выполнения боевых задач и вывезли в Кременчуг для проведения расследований. Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранилась от управления своими подразделениями и уклоняется от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера. Также сообщается о больших потерях польских наемников в Камышевахе. Там действовал целый польский отряд, очень хорошо организованный и применяющий польское вооружение. Под натиском штурмовых групп казачьего полка, народной милиции ЛНР и полка Ахмата Кадырова поляки не устояли. Во вторник синоптическая ситуация на юге и востоке Украины обусловится очень теплым и относительно сухим сектором Атлантического циклона. А значит любые цели ВСУ будут идеальными для точного нанесения ударов российской армии. А вот на север и запад страны станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков, мозаичными грозами, градом и шквалистым усилением ветра, что внесет определенные ограничения на боевое применение. На освобожденные территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области грядущий день будет преимущественно солнечной и жаркой. Облачность 5-8 баллов, верхней средней, кучевой высотой 1000-1500 метров, верхняя граница 3-4 километра. Без существенных осадков видимость 6-10 километров. Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33, местами до плюс 36, что на несколько градусов выше многолетней нормы. В ожидаемых условиях устойчивой, сухой и жаркой погоды, при которой обеспечивается наилучшее возгорание надпочвенного покрова, применение зажигательных боеприпасов по позициям ВСУ будет чрезвычайно эффективным. Пуски крылатых ракет с подводных лодок в подводном положении, а также пуски ракет и применение торпедного и артиллерийского оружия надводных кораблей по гидрометеорологическим условиям с акватории Черного и Азовского морей, возможны без ограничений. Применение стратегической авиации России с пусками крылатых ракет воздушного базирования и бомбометанием по целям большой протяженности с применением достигнутой точности воздушной навигации в Западной Украине от сложных метеоусловий зависеть не будет. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.